Всем привет, с вами Диктофон. И сегодня мы поиграем в игру под названием Blunts TD6. И перед началом видео я хочу вас попросить подписаться на мой канал, если вы хотите чтобы я продолжал снимать видео, старался что-нибудь делал интересное, потому что по статистике youtube всего 30 процентов от всех моих зрителей смотрят видео с подпиской, то есть более 70 процентов людей смотрят видео, но не подписаны, к сожалению, на мой канал. Я, конечно, вас не заставляю, но мне было бы очень это приятно. А суть этого видео будет заключаться в том, что мы будем проходить мое второе чимпанзе на карте пенек, то есть вот она у меня открыта. Ой, подождите, а героя-то я нормального выбрал, нет? Сейчас видео опять призаходить будем. Что-то это так тыкнул, молодец. Нет, конечно, давайте, все, призаходим, отправляемся домой. Потому что когда я первый снимал чимпанзе, я еще не знал дополнительных его аспектов, потому что я не смотрел ничего, даже не пробовал. И как оказалось, что в чимпанзе невозможно копить деньги. То есть вообще никак. Твои вот фермы Ниральх тут даже нету. То есть любые прокачки твоих обезьян, которые дают деньги, они не будут тебе давать деньги. Это вот ужасно. Нам сразу же хватает на Сауду, я так думаю, что мы ее поставить. Только куда бы тут? Вот здесь, наверное, я поставил. Надеюсь, что она будет хорошо справляться. Потому что она у нас крутая. Но это реально очень классная. Так, 100 раундов. И я надеюсь, что мы это все будем переживать нормально. Еще что-то Сауду так громко бьет. Я в шоке. А, ну тут все у меня... Вот представляете, у меня в игре громкость по 1% и там, и там. И при этом она как бы... Игра очень громкая. То есть нет того, что... Блин, чего-то я не слышу. Я все очень хорошо слышу. Все прям предельно слышу. Так, можно по приколу сюда одну поставить? Единственный минус в том, что тут нельзя ничего продавать. А это как бы накосячил и все. Поэтому, наверное, этот шпилькомент мы пока поставили. Ну как? Прям дополнительная подстраховка на всех случаев. Я хочу поставить обзенную мага вот сюда. Прокачать ему огненную стену и надеяться всей душой, что эта огненная стена будет здесь. Потому что если она будет здесь, то это будет нам прям, ну, большая помощь. Огненная стена сама по себе очень крутая. Я прям обожаю эту способность. Вы, наверное, могли это уже заметить, потому что я ее использую очень часто. Да, если честно, мне кажется, что ее все очень часто используют, не только я один. Потому что она реально классная. Так, 13 раунд. Еще очень классно, что Сауда, она уже с первого уровня может пробивать камуфляж. То есть с камуфляжем у нас уже не будет проблема. А вот эта вот первая способность, которая нам дается, она может пробивать свинец. То есть это тоже дополнительная такая вот, ну, урон большой. Очень большая мобильность у этого героя с учетом того, что она дешевая. 650. Ну, да, она вроде 650 ведь стоила, что у нас как бы только раунд начался. То есть только игра началась, она уже хватает, чтобы ее поставить. Это очень здорово. Так, вот у нее уже четвертый уровень. Разрубать два слоя шаров. То есть она вообще тут уже месяц, как не знаю что. Ну, и здорово. И пускай. Но пока что немного покупаем деньги. Будем готовиться ко всему. Я, конечно, хочу, если что, потом поставить клеймечка или ледяную обезьяну дополнительную. Ну, кстати, огненная стена вроде бы нормально поставлена. То есть она будет два раза наносить урон. Ледяная обезьяна или клеймечек, это действительно довольно-таки важные обезьяны. Я их немного недооценивал в свое время. Как-то думал, что они не такие крутые. Ну, точнее, как, когда я только начинал играть, я их использовал везде, где только можно. Абсолютно везде. А потом что-то как-то перестал, знаете, из-за ненадобности. А в последнее время довольно-таки много сложных испытаний каких-то появлялось. Выполнял те же самые битвы с боссами. А против боссов реально иногда бывают те раунды, которые очень сложные. И меня просто выручала, например, ледяная обезьяна. Ледяная обезьяна прокачана на нижнюю линию. Она просто так наносила. Ну, точнее, как, она даже не так наносила. Она замораживала и давала, ну, очень много времени, чтобы пробить шары. И от этого я выживал. Поэтому хочу вам посоветовать также ее, что, как бы, она очень крутая. Так. Я тут еще думаю, на ком бы нам тут сфокусироваться на этой карте. Вообще, знаете, мне бы хотелось попробовать прокачать друида. Друида вот полностью по нижней линии. Он, конечно, очень дорогой. И я даже не знаю, как у нас тут все будет. Поэтому пока что я не рискую. У нас 5000 накоплено. И, как бы, вот эти вот две обезьяны, они запросто вообще справляются. Прям трудностей нет никаких. Это здорово. То есть, даже шпилькомет нам сейчас не так нужен. Поэтому я рад, что я его не прокачивал. То есть, что он у меня просто поставлен и стоит. А друида я действительно хочу поставить. Мне кажется, друид это прям тема будет. Очень полезен. Полезен. Так. Только где бы нам поставить главного друида? Главный друид, наверное, где-то вот здесь будет стоять. Наверное, надо еще деревню к нему потом поставить. Вот это проблема у меня. Хотя, через 4 раунда пойдет муап. А муап это опасно. Это реально опасно. Поэтому будем смотреть, что к чему. Наверное, поставим один бомбометатель. Для того, чтобы уж справиться наверняка. Куда бы нам его так поставить? Блин, как сложно. Реально сложно. Так. Или же давайте-ка я все-таки поставлю вот здесь. Вот друида. Просто проверим нашу силу. Радиус хороший. Знаете, значит, вот здесь у нас будет главная. Сейчас еще вот одну такую побочную сюда поставим. То есть они прокаченные. Два друида. Они будут неплохо так урон наносить. Дополнительный для муап. И мне кажется, это будет неплохо. Здесь будет у нас тут главное. Если мы увеличим радиус, она вот это тоже все будет бить. И это неплохо. Так. Используем скил. О! И смотрите. Запросто справились с 40 раундом. Это меня очень радует. Фук. А я ведь реально уже хотел бомбометатель наставить. Если бы поставил. Может быть он бы нам так и помог. Но это бы нас отдалило от того, чтобы прокачать наших друидов. Так. Вот. Главного. Я еще помню давным-давно, только когда начинал играть в Блонс ТД. Я там смотрел тактики некоторые. Ну как, я еще даже не находил ютуб-каналы зарубежные. А просто какие-то статьи даже на русском нашел. И там вот они вот рассказывали, что очень крутая вот тактика. Кстати, а что мне забаговано? Что мне показывается, что у друида будет х5. Хотя тут всего три друида стоит. Это как вообще понимать? А вот сейчас х3. Что за обман? Чтобы набрать классы. Так. В любом случае нам надо будет еще поставить двух друидов. Прокачать их. Вот смотрите, так же х5 стоит. Что это такое? Я не понимаю. А вот деревню куда? Я бы куда-нибудь вот сюда, вот знаете, потом поставил. И увеличил ей радиус. И все, и тактика прям нормальная. Надеюсь. Сауда как у нас? Посмотрите, как она бьет. Это же вообще здорово. Восьмой уровень. Так. Прокачиваем вот сюда. И нам надо будет еще одного друида. Потом, конечно, нам надо будет накопить 48 тысяч. Это очень большие деньги. Ну вот, слушайте. Вот сейчас вот я увеличу радиус. Я не знаю, конечно, будет ли это попадать в радиус этой обезьяны. Ну не попадает, но это не так страшно. Потому что главное, что у нас вот эта обезьяна видит всех. Так. Тут пока все настреливаем. Все нормально. Ставлю деревню. Вот так вот. Слушайте, все попадают. Ну даже как бы маг, которому не обязательно было попадать. Сейчас копим на радар. И потом надо будет еще на обезьянную разведку нам вкачать обязательно. Ну и как бы вообще все здорово. Знаете, чтобы закрепить, у нас как бы еще целых 47 раундов. За это время мы еще накопим большое количество денег. Ну, конечно, и трудностей будет немало. Если мы успеем накопить на воплощение ярости. Ну, мы 100% успеем накопить. Еще, думаю, на принца тьмы. Потому что если у нас будет еще в дополнении принца тьмы, то это все. 100% будет все хорошо. И вот, а принца тьмы-то даже дешевле стоит. Я так думаю, может быть сначала вообще его прокачать. Потому что он будет справляться и со свинцом, и с камуфляжем сразу же. И наносить большой урон. То есть ему не нужна вот эта деревня, которая прокачана на обезьянную разведку. Вот рассмотреть. Так. Все нормально. 10 тысяч уже накопили. Приближаются 60-е раунды уже. Другий 11 тысяч урон нанес. Хотя он просто в основном громовым сердцем это все делает. А тут не прокачано. Как это я так? Ладно, я хотя бы решил потыкать. И теперь узнал об этом. Не, мне прям пока что все так нравится. Все такое-то нормально получается. Шпилькомет. Пока. Такой себе. Ну да ладно. Ну, точнее мы его толком-то и не будем прокачивать. Во. Все нормально. Я даже скилл Сауды не использовал. И я так подумал, что лучше нам, наверное, все-таки прокачать Принца Тьмы. У нас где-нибудь отсюда будут выходить дирижабли, и они будут как подстраховка. Почему бы нет? Я считаю. Потому что если у нас будет этот Принц, он много дела обречется. Так как он стоит, смотрите, в два раза дешевле в воплощении Ярости. Так. Ну, скилл Сауды на всякий случай я завязал. У нас еще второй появился. Да, то есть мы тут спокойно справляемся, нет никаких вообще трудностей. Так же, что вот я прокачал до Некроманта, тоже нам очень сильно помогло. Ого. Живем. Блин. Я удивлен, что я себя так уверенно чувствую на самом деле. С учетом того, что я никакие тактики не смотрел. С одной стороны, я думал как-то подготовиться, чтобы для вас потом показать очень хороший какой-нибудь метод, способ, чтобы вы могли его пройти. Ну, кто-нибудь, может, не прошел, я не знаю. Хотя у меня очень много зрителей, которые очень много чемпионзе прошли. Там вот мне писали в комментарии, что тут там уже больше 16 карт прошел, а вот так вот они проходят. Это на самом деле прикольно. Я тоже постараюсь со временем их проходить. И вот такой способ. Я надеюсь, он сработает. И кому-нибудь из вас, может быть, он пригодится тому, кто его еще не проходил. Сауду я вам действительно советую. Это такой классный герой. У нее еще скиллы очень полезные. Она бы еще сейчас намного больше урона нанесла, если бы я использовала эти скиллы вообще. Я их пока что не использую, потому что держу на всякий случай. Нам осталось уже накопить чуть больше 5000, кстати, всего. Это уже немного. Это уже правда немного. И я так понял, что если бы я все-таки копил на воплощение ярости, сразу же было бы, мне кажется, проблематичнее. Но в любом случае пока что все нормально. Это радует. Мне прикалывает этот шпилькомет. Он, конечно, не 60... Ой, 96 урона. За это иммунити ровно большое. Спасибо. Что-то я бы так поставил. Но да ладно. Думал, что реально им буду пользоваться. Но пока что и так живем. У этого друга 26000 урона. 50000. 20000 урона. 8. 8. Ну тут 10. О, взянем мага 26. Неплохо. О, кстати, почти накопили уже. Это здорово. Сейчас уже даже... Все. Теперь он у нас есть. Он и сам будет рукой сейчас стрелять как не знаю что. У него очень... Ничего себе, у него такой радиус огромный так-то. Только жалко, что вот этот пень ему все мешает. Классно, что на этот пень можно кого-то поставить. Это действительно очень удобно. Но я не хочу никого ставить. То есть пока что и так нормально. И вот я сейчас не знаю. Прокачать ли нам сначала обезьянью разведку? Или же сразу же на воплощение ярости копить? А потом прокачивать обезьянью разведку? Поэтому посмотрим. Также я вам хочу сказать, что... Может быть, кто-то не знал. У чимпанзе есть два варианта прохождения. Первый вариант прохождения это если ты, например, перезаходил. Знаете ведь иногда, когда я снимаю видео, у меня проблематичные какие-то раунды. Я выхожу в главное меню, захожу заново. И начиная раунд этот сначала, там меняй как-нибудь свою тактику. Типа, если ты это делаешь, ты, конечно, можешь пройти чимпанзе. То есть тебе засчитают это. Но у тебя будет немного другой значок. Я не помню, какого он цвета становится. Но если ты вот за один заход вот так вот сделаешь, а ни разу не выходя в главное меню, то тебе дадут такое черное чимпанзе. Это вот прям в доказательстве твоей силы, можно так сказать. Но это прикольно. Я, конечно, буду стараться именно его сейчас получить. Тут немного была проблема с вот этими шарами и сердечками. Но нормально. То есть у нас тут еще очень много урона. Также способности Сауды очень классные. А для на Макта, все равно, смотрите, несмотря на то, что его шары еще не так часто попадают по вот этим, но он все равно наносит большой урон. Это очень здорово. Так, тут вот. Ну, все нормально. Все равно все счастье у нас хорошо. Смотрите, он тут настреливает. Сто тысяч урона у него уже. Больше всех. Неплохо. Поэтому все-таки я советую вам, принца тьмы, почти везде. Это тоже такая универсальная обезьяна, которая будет вам помогать во всем. Правда, единственная у нее проблема, это фиолетовые шары, потому что они же там имеют... Как это называется? Слова забыл. Они, короче, не подвержены огню и магии. И Мак как раз-таки ничего против них не делает. Ну, вроде бы вот эти вот шары некроманта, которые... Они уже могут наносить урон фиолетовым шарам. Так как это как бы и не магия, и не огонь. Это просто восставшие шары. Это вот немного другое дело. Мы уже накопили 24 тысячи тем временем. Это, кстати, половина. То есть у нас даже большая часть уже накоплена на воплощение ярости нашей. И у нас целых 20 раундов. За 20 раундов мы очень много денег накопим. Особенно в 90 раунды очень большие деньги дают. Вот тут вот, например, мы один раунд прошли, нам дали полторы тысячи. Это как бы неплохо. И тут мы уже, кстати... Сейчас я... Пройдем раунд до конца. Я вам скажу, как вам получили. Жесть. Так-то очень много. Я немного запутался, но мы тут тысяч... 4-5 получили. Не раунд, потому что тут такие дирижабли еще, ну, не сложные. Мы их уничтожаем очень быстро, очень легко. И тут, как у нас было, сразу же пошли укрепленные. Вы чего, а? Не издевайтесь надо мной. Мы, конечно, тоже с ним будем справляться. Чуть подольше. Ну, так же мы опять получили тысяч пять. За один раунд. То есть нам не хватает всего десять тысяч с чем-то. Ну, уже меньше, но, конечно, до нашей цели. Все очень здорово. Так, главное, не забыть, что именно вот эту лучше вкачивать. У нее тут и радиус хороший очень будет она настреливать. Так. 43 тысячи. Так, попробуй шел в Саудуе за ночь. Посмотреть, что да как. Смотрите, уже 250 тысяч у нас взял на маг нанес. Мы почти накопили. У нас совсем чуть-чуть не хватает. 200 монет. Видите, пожалуйста. Так. Ну, все. Сейчас у нас будет наше воплощение ярости. Все. Теперь у нас в разы будет все легче. Тогда нас сейчас интересует это объединение разведка. На котором мы также очень быстро накопим. И, как вы видите, у нас всего 86-й раунд. А как бы... Как по мне, мы уже купили все то, что нам необходимо для прохождения этих раундов. Может, конечно, мы нафиг случае еще потом поставить клеймечко ледяной дьяну. Ну, посмотрим. В любом случае. Смотрите, тут урон, как начинает идти. Это понаблюдаю немного. Ну, вот, у нас все справляется, и все хорошо. В этом прям радует меня все это. И мне интересно, сколько мы еще успеем накопить денег. В зависимости от того, сколько мы еще успеем накопить денег, я что-нибудь, может, прокачаю. Я думаю, может быть, нам поставить сюда обычную бюджону с дротиками и качать ее на нижнюю линию. Может, мы ловим денег и прокачать ее. То есть, вот так вот взять. Ну, что вроде неплохо. Она будет тоже очень большой урон наносить. И она, кстати, пробивает все типы шаров. Ну, как, там, конечно, написано почти все, но, по-моему, там все. Ну, точнее, тут даже большинство видов шаров. Так. 27 тысяч нам для этого надо. Конечно, я... Ну, что-то я не знаю, за 9 раундов успеем ли мы это сделать. Хотя, он очень любит. Смотрите, как мы справляемся. Ну, реально. Никаких сложностей нет. Друид прям наносит очень большое количество урона. Обзяно-маг тоже. Сауда молодец. И друиды. Вы посмотрите, вот эти вот друиды, которые как бы поддержка. Не просто молнией стреляют, и то они такой урон наносят. Сауда, ну, вот прям вообще молодец. То есть, она стоит всего 60... Ой, 605... Да, блин. 650 монет. Пронесла нам очень много пользы. Продолжает она повышать свои уровни. Тоже все очень здорово. И мы накопили уже 10 тысяч. Поэтому, может быть, мы даже 27 успеем накопить. Будет здорово. Поиспользую немного ее скиллы. Пускай еще что-нибудь наносит. Хотя, может быть, их лучше экономить для чего-нибудь опасного. Посмотрите, вот их сейчас такое большое количество, что они даже довольно-таки далеко заходят. Но мы все равно ее уничтожаем, поэтому все нормально. 95-й раунд. Так, иди он. Сколько у нас тут? Она уже урон нанесла. 8 тысяч, несмотря на то, что только поставили. Шпилькомет 200 урона, но это... Так, кайф. Это невероятный урон. Но все равно, молодец. Этот шпилькомет. Спасибо, что у нас тут был. Сколько тут этих дирижаблей? Аж... Ну, если честно, не по себе от этого было. Так, 22 тысячи уже есть. Ну, в следующем раунде точно должны накопить. Может быть, даже на этом уже накопим, потому что смотрите, как тут удается. Все, есть. Вот теперь будет прям большой урон. Вы посмотрите. И радиус очень большой. Так как она еще видит все сверху, она тут будет крутиться, крутиться и настреливать по всем. Это успех, я считаю. Так. Какой тут раунд? 97-й. Давайте тогда поставлю тут клейнечка. И буду его прокачивать так вот по нижней линии немного. Чтобы он их замедлял. Чтобы еще было у нас тут получше. И слушайте, он вроде реально так замедляет. И взял с дротиками уже по урону очень хорошо выходит. Конечно, обезьяна маг у нас тут на первом месте идет. Так. Пожалуйста, пожалуйста. Пусть все будет хорошо. А то у нас тут уже как бы все близится к концу. Так. И тут еще ледяную обезьяну поставлю. Тоже вот так вот прокачать до сосулек. А я как раз в основном ее до сосулек выкачаю. А я по-дурацки сделал. Смотрите, мне надо было чуть-чуть левее, чтобы она видела камуфляж. Вот это вот все. Это ошибка, конечно. Все, на 100-й раунд. Смотрите. Как мы быстро его уничтожаем. Очень легко. Все, смотрите, нету. Вау. Я в шоке на самом деле. Мне даже интересно. Мы, наверное, бы еще далеко ушли. Но я, наверное, закончу. Вот посмотрим, что у нас тут будет. Действительно ли мы выполнили. Не понял. Не понял прикола. Что это такое у нас? Я не прошел апокалипсис. Офигеть. Вы понимаете? Подстава. Я не мог бы просто так закончить серию, не пройдя этот лапокалипсис. Я прошел за кадром. И все. Теперь, посмотрите, у нас тоже появился такой черный ободок. Очень красивый, очень такой прикольный. Это означает о том, что мы прошли все максимальные режимы на этой карте. Это очень здорово. И постепенно мы так будем, наверное, проходить со всеми картами. Я, по крайней мере, буду стараться это делать. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Что оно было полезно для вас. Что-то вы узнали. Может, это вам поможет с чем-нибудь. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok